всем доброе утро вчера тоже также начинала видео на этом его и закончила вчера вот ну потом вам расскажу чё почем и как сначала вот так вот у нас прохладно скажем так машине показывал 12 градусов это для нас очень холодно но я думаю что прогреется потому что солнышко светит во всю и нет ни одной точки я . . . я вовсе не медведь как хорошо быть . и по нему лететь работа работа иду и вот и еду и дома с одной стороны плохо быть частным предпринимателем когда работаешь на себя потому что вообще невозможно отдохнуть полежать отлежаться потому что если я буду лежать и отлеживаться то все мои клиентки разбегутся и когда я приду в себя и приду на работу то мне просто не с кем будет работать вот зато если бы я работал на кого-то я просто бы взяла бы от больничный и он бы к тому же и оплачивался ну так вот с одной стороны хорошо работать на себя дорогой стороны не очень как говорится полка двух концах вот как у нас вид классный вчера я вот здесь парковалась и вам тоже снимала этот вид но дальше этого видео не зашло вот хлеб кидают голода не уже не жрут объелись уже липота такой счастье по видео можно сказать что прям на улице градусов 30 но нет прохлада суббота наверное после обеда опять не откроюсь и вчера после обеда не открывалась но вам дома расскажу и сегодня наверное тоже самое сделаю у нас церковь я уже дома блин знаете думала не пойду вечером на работу а хрена клиентки звонят и в общем отказать я не могу так что после обеда опять идем работать я сделала себе грек гурку лесовую кашку в общем что со мной было видимо это какой-то вирус знаете потому что вчера в общем вчера я приехала на работу забралась с утра сестру встала никакая вообще никакущая ну думала придут немного клиенток там у меня постоянные и все и говорю а приходу и она всегда есть сестра мужа ездит краситься на милирование подстричься вот и говорю поеду домой быстренько отдохну и вару силы вроде бы есть приехал на работу вот и и начала работать и клиентки начали идти 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 а у меня сил вообще нет у меня прям плохо меня меня знаете прочистила все я вот в туалет иду по маленькому ну и по извиняюсь кто кушает что есть то есть и в общем вот так вот и прям одну укладываю женщину и это бегуте и накручиваю а я чувствую что прямо сейчас думаю рухну сетра это сидит мужа с этими с милированием я и говорю иди говорю кока-колы купи мне у нас магазин прям рядом говорю может быть от кока-колы мне как-нибудь силы придаст она мне принесла аж две в две банки карт я не знала какую взять то ли говорит холодную то ли не холодную и взяла тебе и ту и другую вот я это кока-колу выпила вроде бы немного полегчало но блин я кое-как меня в пот в жар в глазах все мутнеет вообще доработала кое-как не знаю в каком состоянии приехала домой и легла типа поспать ну вы знаете что когда я я вам говорила как если я болею или еще что-то стус но не в одном глазу чарли дай с людьми пообщаться все 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 и на кашу мою охерел что ли заглядывается она еще горячая моя кашка ты моя каша не облизывайся вот и кое-как домой приехала улеглась муж значит приехал говорит ну барьер давайте супа сделаю или еще или то или все я говорю ничего есть вообще ничего не лезла представляете у меня аппетита не было я вообще офигела и в общем вот так целый день пролежала никуда ничего не ходила ну кроме туалета сегодня утром встала вроде бы все нормально уже сделала конечно не так вот знаете много как вот всегда у меня бывает но все равно уже я сегодня тоже народу до хрена было я не знаю откуда их всех прорвало вот ну и заходили 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 я уже блин везде рассадила и на софе и под софой и блин везде вот и но доработала мне сегодня уже плохо не было так слабость небольшая но вы знаете нормально вот так что сейчас буду кушать такой вот у меня вирус наверное какой-то прихватила хотя где не знаю даже ну ладно все пройдет и вот сейчас кашку поем геркулесовую и нормально бурчит все журчит в желудке да проказник то чарли со мной везде лежал меня целовал нас тут экскурсии дофига вот видите люди вот такого возраста уже пенсионного им делают экскурсии довольно таки недорогие допустим вот если с севера к нам приехать то этой экскурсии им обойдется где-то евро ну 200 наверное с питанием с транспортом со всеми делами на 7 дней где-то так вот они ходят там гуляют не знаю как они поднялись сюда пешкарусом сейчас ехала там еще одна группа поднималась вот а я иду на работу на море потом хочу пойти воздухом свежим подышать морским ну вроде бы нормально вроде бы штурма большого нету сильного они стали так ну чарли ну ты вообще посередине площади ну ты ну ты выбрал место тени стыдно ну вообще вкусно пахнет дымом осенью листво вот там где-то ничего не видно солнце светит прямо в глаз я уже отработала вот ветра не было сейчас какой-то ветер и шелестит я хотела поболтать рассказать о моих отношениях с моей испанской семьей скажем так хотела поговорить если конечно меня слышно вот может быть кому-то интересно как относятся ко мне родственники мужа в общем у всей семья у мужа очень большая ну даже не что там очень большая они все дружные и все друг другу с друг другом общаются и вы знаете вот уже сколько лет 15 16 уже даже не помню сколько лет уже живу здесь в общем я не видела не не с одной стороны ни от одного человека не от одного родственника какого-то в косого взгляда на меня или там знаете кто-то плохо обо мне что-то сказал или вот кто-то меня там не взлюбил у меня такого вообще не было наоборот все только вот встречали как бы ну не знаю с сестрами это вообще этого сестры мужа это настолько хорошие люди такие как говорится ну вот они нас прям вот прям в родственники родственники не мужа а мои представляете вот на насколько они даже не знаю как это описать ну вот допустим мы было время что ветер дурацкий мы когда познакомились со всеми родственниками сестрами мы жили с рядом с сестрой у нас квартира квартиры была дверь дверь и она нам постоянно приносила еду знаете подкармливала и даже вот ну как бы особо не признались буду говорить урывками потому что ветер то есть то нету а здесь вообще еще и овцы и вот когда мы только начали жить в той квартире я уже переехала представляете она не начала как бы такая раз первый раз дает такая 50 евро да я вообще не привыкла что мне кто-то там деньги дает чтобы за просто так вот я говорю да не не надо зачем типа есть все но она опять не всунула я потом мужу говорю говорю вот сестра твоя мне полтинник дала горы чё это говорю зачем дала значит бери а то я говорит возьму вот я не поняла и потом она вот так нас часто баловала меня такими скажем так подарками потом уже шантажировала говорю бери а только это типа брату отдам вот такие вот отношения вы знаете еще она мне вот что мне запала в душу еще я вам рассказывала как я болею с похмелья чтобы ветер не был и вот как-то у нас раньше вот постоянно воскресенье там они придут спросить что делаете я там мы с подружками идем но гулять и она знала что естественно я там выпью потом буду болеть и вот она мне на следующий день приносила бульон вот бульон и вообще очень вкусный у них представляете чем ближе к морю тем больше ветер так вот она и вот она зная как зная потом уже обратил внимание хотя мы жили там недолго там 15-20 лет до может быть через года два вот она знаю мое это состояние приносила мне бульон наваристый чтобы как борется восстановить мои силы до некоторые там многие там могли бы сказать некоторые родственники типа вот русская алкашка напилась и болеет но так как я болела не потому что там я алкашка да а потому что просто мой организм так воспринимал алкоголь я потом об этом поняла и вот меня она откачивала представляете вот что еще какие у меня еще воспринимание в общем у нас очень хорошие отношения вот чисто именно родственные знаете как вот между родственниками так что еще могу сказать даже не знаю для меня это просто все так как как будто так и должно быть как будто ну все это так натурально что просто я не знаю даже что можно рассказать нового я просто рассказываю что у меня там в голове отложилось для меня было дико вот что она мне деньги давала подарки мне при вот мы там и в магазин едем кстати может сейчас по воскресеньям очень часто ездим я всегда говорю сестрами мы вы почти никогда не платим потому что платят всегда они они нас как бы угощают вот что и тем более моих ними звоним они сами звонят поехали там куда-нибудь я у них вместо шофера они они ну как я с меня бензин скажем так с них жрачка да что еще могу сказать не знаю чем даже не знаю что еще отдельно сказать также я вам много раз говорила что у мужа есть дети у меня тоже очень прекрасно прекрасные отношения с ними вот мы встречаемся очень чаще часто даже я чаще чем муж со своими детьми потому что я постоянно на улице бываю я постоянно хожу и постоянно их везде я вижу и они очень любят мои блины да и вот когда какие-то праздники или еще что-то или когда я пеку блины то это все туда потому что я такие горы не ем правда они любят шоколадной пастой вот я ее в микроволновке разогреваю но это когда раньше они чаще приходили потому что мы жили рядом все сейчас немного подальше живем а раньше постоянно приходили в гости не в гости а просто даже мимо шли вот если допустим я захочу поесть и у меня ничего не будет дома я просто могу постучать в дверь к сестре и сказать я пришла поесть на меня даже никто вот так вот типа не посмотрите как-то пожил позвонить там или еще что-то нифига я могу зайти залезть в холодильник взять оттуда все что угодно мне еще и наложат с собой и скажут это на это на этой на и это бери и то бери и все бери последние штаны отдадут вот правда вот я не знаю может быть повезло или еще что-то вот ну и так хотя знаете у меня характер не сахар я все говорю в лоб я никогда знаете вот нет я конечно есть лимит но я все стараюсь говорить в лоб даже не стараюсь у меня сама все это вылетает может быть много во многом надо было бы промолчать но у меня самой вылетают все и все вот то есть у меня воспринимать такой какая я есть любят потому что я действительно замечаю что меня любят и меня я знаю точно что не бросят где-то там в трудной ситуации и чтобы не было у меня даже сестра мне говорила мужа что если бы даже мы вдруг разведемся или еще что-то ты говорит знай что мы всегда у тебя есть представляете вот так потому что она говорит разная судьба бывает так что вот так я думаю что мне повезло все вышла к морю если у вас есть какие-то вопросы там можете задавать потому что я просто даже не знаю просто подумала так и думаю дай-ка я вам расскажу про мои отношения с испанскими родственниками кстати иду и переживаю так что вчера на сумбу не попала вообще мне даже кости лежу дома муж звонит в шесть вечера 7 ты где я дому лежу они пошла на сумбу я кур нет конечно а ну ладно хорошо а у меня вообще сил не было какая сумма причем знаете ничего не болит вообще ничего не болит ни температуры нет ни давления я это я первое что сделает померила с утра температуру и давление вот ничего сил вообще нету вот встаешь и на тебя прям пот и ты встаешь и все и падаешь такие собаки большие надо чарли на руки взять вот просто какой-то упадок силы прям что вот вот на понедельник надо обязательно записаться и наверстывать упущенные чё почем и как тут вообще много собак так что вот такие вот дела на сумбу я не пошла хотя у меня было зарезервировано время но я отменила чтобы другие могли воспользоваться талия на кибын такая у нас красота и так каждый раз когда возвращаемся домой такие вот скандалы а и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...